Всем привет! Меня зовут Саша и в сегодняшнем видео мы с вами будем обсуждать мои покупки косметики. В основном здесь будет уходовая косметика. Я редко не говорю, поэтому решила сделать такой отдельный обзорчик. Я думаю, вам очень понравится. Большую часть из этого я либо повторила, либо уже достаточно давно тестирую, поэтому знаю, о чем вам рассказать. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал, а также прокомментировать это видео. Плюс у меня есть телеграм, где я также делюсь полезным видео. Мои губы сегодня как отдельный вид искусства. Я все пытаюсь понять помаду L'Oréal, понять, с чем ее лучше носить, потому что я только что сняла обзор новой косметики. В следующем видео вы все узнаете, но вот помада, я ее вам уже немножечко проспойлерила. Я ее в видео немножко по-другому нанесла, решила сразу с другим карандашом протестировать. Я имею в виду помада, которая новая вышла в стике, черная помада, вернее не новая, а обновленная в 602 оттенке. Я ее нанесла сначала с карандашом Vivienne Sabo Volume, и потом вот с El Corazon 227. Посмотрим, оценим, чтобы вы сразу, кстати, знали, оценивали помаду. Если у вас такой же цвет кожи, то примерно так она на вас будет выглядеть. Начнем с самой клевой, мне кажется, покупки. Это Dermaclear от бренда Dr.Jart. Эта умывалка у меня именно нейтральный PH. Офигенная вещь. Здесь 120 мл, настолько классная пенка для умывания. Ее надо совсем немножечко, я ее немножко в руках распениваю, и затем уже наношу на лицо. Это так круто, все очищает. Во-вторых, это настолько мягко, то есть кожу вообще не сушит. Я видела разные отзывы, и я так поняла, что в основном все негативные отзывы именно с версией, где нет PH, потому что она вроде бы жестко сушит. Поэтому я сразу усекла это и взяла именно версию с PH, и потрясла. Гожа мягкая. Я заметила, что меньше прыщей от нее становится, то есть это прям вот по типу сыровая моя, уже недосягаемая. И я в целом и Dr.Jart очень сильно довольна. Даже не знаю, почему раньше я не пробовала, потому что сыровая, наверное, очень сильно любила. 120 мл, там полторы тысячи, по-моему, примерно она стоит. Но она достаточно густая, ее, я думаю, достаточно надолго хватит. У меня она уже месяц, наверное. Да, примерно с месяц я ее использую. Ну да, где-то с месяц я ее использую, поэтому вообще 10 из 10 рекомендую. Кстати, надо было начать, наверное, все-таки с гидрофильного бальзама сначала, потому что у меня полностью как бы изменился уход именно очищения. То есть изначально у меня был CRV очищающий гель уже очень давно. Потом стала Аравия, потому что замена была Аравия. Две баночки у меня Аравия было у CRV, я не знаю, штук 10 у меня банок было. Бальзам гидрофильный у меня был Клиник. Я еще, по-моему, пустые баночки не снимала, поэтому попозже вам о нем подробно расскажу. Потом я узнала, что в Литуале появился бренд Банила Ко. Я его очень сильно хотела протестировать еще во времена iHerb, когда я видела огромное количество крутых отзывов на бренд Банила Ко. Именно Clean It Zero Cleansing Balm Original. Именно оригиналь, там несколько есть версий. Минимальный расход, то есть настолько масло пластичное, оно действительно похоже по консистенции, вернее, оно отличается от Клиник. Клиник чуть более такое плотное что ли, а здесь оно прям тает очень быстро, и меньшее количество необходимо, чтобы большее количество макияжа смыть. Поэтому это удивительно, но когда я только показала у себя в Телеграм-канале, мне все начали писать, у меня это вызвало прыщи, у меня это вызвало прыщи. Я испугалась, если честно, думаю, нет, прыщи мне не надо, я не хочу, мне своих вот так вот достаточно. Но каково было мое удивление, что все-таки у меня прыщи не вызвало. Это очищающее средство, этот бальзам, я была этому безумно рада. Я уже использую примерно месяц в одно время, я начала использовать что умывалку, что бальзам. Вначале у меня были какие-то прыщики, но я их все-таки не связываю с бальзамом, просто у меня бывает, знаете, у меня сейчас тоже... Один я надавила сама, и один у меня... Ну, у меня в любом случае кожа проблемная, так или иначе вылазают прыщики. Просто если мне действительно не подходит косметика, то у меня обычно прям случается бум. И я всегда понимаю, что косметика мне не подходит, когда прыщи вылезают в тех местах, где их обычно нет. Например, где-то вот здесь, потому что здесь у меня очень редко бывают прыщики. Где-то прям вот здесь очень много, там несколько на лбу, потому что на лбу у меня бывают прыщи, там где-то вот такие сразу объемные бывают иногда. Но если их сразу несколько, и они-то то ли мелкие, ну то есть я всегда вижу разницу между моими обычными прыщами и прыщами от косметики. Поэтому у меня не вызывает этот бальзам, собственно, прыщи. Еще самое важное, очищает косметику, это все очень здорово. Здесь, кстати, вот такой у меня расход за месяц примерно. Ну я вообще думаю, что небольшой. Здесь 120 грамм, по-моему. И здесь еще есть вот такая вот штучка, которая помогает доставать бальзам. Я ей не пользуюсь. Я ей сначала пользовалась, но это так неудобно. Я ее вот опять же использовала последнее время, только чтобы перекладывать в свои штучки для поездок, и все. Больше мне как бы не нужен он, потому что мне проще когтем своим залезть в банк. Возможно, это не супергигиенично, но я им пользуюсь одна, поэтому мне окей, мне нормально. Я же не ковыряюсь вот так, а я именно тыльной стороной ногтя все это достаю. Мне так намного удобнее распределять уже на свое лицо. Поэтому, если вы хотели попробовать, рекомендую, мне нравится. Но опять же, много действительно отзывов с прыщами, поэтому я не знаю, я тут не могу быть на 100% уверена, что вам это подойдет. Но, как бы, о своих фаворитах все-таки хочется рассказывать, и мне действительно нравится. По цене, то ли, я уже, кстати, не помню, 1000-1000, полторы, наверное, 1000 рублей, по-моему, он стоил в Литуаль. Сейчас этот бренд можно найти. Дальше у нас с вами повторяшки, повторюшки. Это маски. Маска Tamanu Oil, потрясающий от Rated Green, обожаю ее, просто мягкие, настолько шелковистые волосы, рассыпчатые, они такие красивые с этой маской. И особенно круто еще на кожу головы, очищается кожа головы, волосы намного дольше чистыми остаются, и в целом кожа себя головы чувствует намного лучше. Рекомендую вообще от всей души, я ее повторяю. Состоянно обожаю. Мне нравится именно этот формат. Здесь сколько, это тоже, кстати, у меня одна корейская косметика. Это тоже сделано в Корее, корейский бренд, сколько миллилитров, 50 миллилитров. И любимые тканевые маски Shik, опять их повторяю постоянно. Здесь также маски сделаны в Корее. У меня вот вообще сегодня по-корейски немножечко получается. И еще от Shik я купила вот такой бальзам. По влоге вам его показывала, рассказывала. Здесь сколько миллилитров. Я вот не вижу, наверное, на коробке было написано. Но поскольку я купила в Москве, знаете, тащить в коробке мне не хотелось. Хотя бы для видео, конечно, это было бы красиво, пахнет потрясающе. Хочу накрасить губами. Хотя он вообще сюда не подходит. Но так красиво на губах смотрится. Так здорово увлажняет губы. Они настолько напитаны, мягкие. После этого бальзама это что-то невероятное. Это что-то потрясающее. Здесь SPF 15 Total Repair Balm. Я еще люблю носить с какими-то карандашами, просто потому что он быстро не впитывается. Я вот опять же сегодня, я спойлерю вам все видео следующее. Попробовала новую, ну как тоже новую, обновленную помаду от, бальзамную от L'Oreal. И она за час у меня вся впиталась. А вот он пока не сотрешь. Но он может так подпитываться, но не прям уж до конца. Мне еще зрительница написала, что у нее за ночь может не впитаться этот бальзам. И я ее действительно понимала. Далее еще вот такая тушь у меня из новиночек. Прилор Дизайн Ньют Хармони Рио Волюм Флакси Лашес. Я ее в следующем видео также вам покажу. Сейчас она у меня на ресницах. Я не понимаю. Вот сейчас мне нравится как-то не с нововлоги я хорошо ее наносила. Она отпечатывается в конце дня, но не всегда. Кстати, я уже связываю это с консилерами. Но у меня просто только с новым консилером, который в следующем видео покажу, он не отпечатывается. А со всеми остальными отпечатывается. Вот непонятно мне тоже. Если у вас есть этот тушь, обязательно напишите в комментариях, нравится. Она вам или нет. И если да, то чем. Чтобы я могла какое-то мнение сложить. Ну не знаю. Мне кажется, я уже рекомендовать ее не буду, потому что постоянно о ней сомневаюсь. И у меня от Аравия тут обалдеть сколько новинок. Из которых я попробовала только три. И один прям супер распробовала. Вот видите, у меня сколько всего новенького от бренда Аравия. И у меня именно эта увлажняющая серия. Потому что сейчас как раз таки вот этот переходный период, когда особенно на моей коже это вообще жутко сказывается. Что на коже тела, что на коже рук, что на коже особенно на лице. У меня сохнут даже веки. И для меня, конечно, важно, чтобы у меня было много всего увлажняющего. И первое, что я вам покажу, это вот такая сыворотка от бренда Аравия. Хиллероник Эктив Серум. Кстати, когда я ее видела, мне казалось, что она более густая. Но она прям такая жиденькая, что ли. Она прям, видите, как вода. Это прям удивительно для меня. Потому что я думала, что она прям такая густая-густая. Но как круто, кстати. Макияж мне нравится наносить вместе с этой сывороткой. Я ее использовала не очень много раз. Может быть раз пять. Поэтому прям сто процентов еще пока вывод от ней не делаю. Только об одном продукте я могу здесь сделать вывод. Потому что сразу четыре продукта. Тестировать очень тяжело. Поэтому я вам дозировано буду. Потом может уже это все выдавать. Просто покажу, какие есть малюшки. Хайдра Буст Маск. Маска Филлер. Увлажняющая с гиалуроновой кислотой. Кстати, давайте посмотрим, что делает сыворотка у нас. Потому что я просто название сказала. И ничего больше. Глубоко увлажняет кожу. Повышает эластичность. Вот, кстати, действительно, после нее кожа прям намного мягче. Защищает от потери влаги. Выравнивает структуру. Уменьшает морщины. И стимулирует синтез коллагена. А что у нас делает увлажняющая маска? Это маска такая пятиминутка, по-моему. Но я ее, по-моему, минут на пять наносила. Но, кстати, на сколько тут надо ее наносить-то? Я ее один... А, на 15 минут. Но я ее, по-моему, только на пять минут успела нанести. Потому что я люблю такие маски наносить перед сном. Именно вот такие, которые нужно смывать. И, видимо, я очень была уставшая. И не могу прям на сто процентов сказать, понравилась она мне или нет. Еще ее несколько раз нанесу, попробую. Но в целом у меня нет ни одной маски от Аравия, которая бы мне не нравилась. Здесь глубокое и длительное увлажнение создает защитный барьер, повышает эластичность кожи, улучшает регенерацию, сокращает глубину морщины. Это, кстати, удивительно. Я не особо верю в то, что маска какая-то увлажняющая может сократить глубину морщины. Она может немножко просто подразгладить, заполнить немножечко. Но это, опять же, такой эффект, который пройдет, который не откладывается. Поэтому посмотрим на нее. Но после первого раза у меня в целом кожа была увлажненная, такая напитанная. Но я думаю, ее нужно прям 15 минут поносить все-таки и попробовать. Но продукт, который я уже успела распробовать и который мне прям безумно понравился. Это увлажняющий флуид. Флуид? Флуид. С мочевиной 5%. Увлажняет и смягчает кожу 100%. Успокаивает 100%. Устраняет стянутость. Это точно потому, что я после умывания люблю прям его наносить. Даже тоник могу не наносить. Быстро впитывается. Это точно так. Вот столько я его уже использовала. Он потрясающий. Мне так нравится этот флуид. Мне нравится, насколько для моей жирной кожи здесь вот достаточно увлажнения. Видите, как водичка растворяется. Мне безумно нравятся такие текстуры. В этой же упаковке мне еще нравится антиакне. Флуид серум, вот он в точно такой же упаковке. И то, что крем я обожаю, у меня второй уже. И вот этот я тоже думаю, что скорее всего у меня будет второй, потому что он кожу делает такой мягенькой, напитанной, подтянутой, увлажненной, вообще сияющей. Мне нравится. И в комбо, кстати, вот в комбо, когда эти два продукта, кожа прям действительно такая гладкая, мягкая и здоровьем пышет. Очень здоровская комбо. Поэтому, если у вас жирная кожа, вам нужно увлажнение сейчас. Вот максимально такой легенький флюид, который и как бы некоторую сухость может снять и не перегрузит вашу кожу. И еще одна вещичка от Аравия, которую я, по-моему, только открыла и посмотрела на текстуру. Если мне память не изменяет, и все, и не успела больше протестировать, надо хотя бы на тело попробовать нанести, потому что это именно крем для лица и для тела. Меня заинтересовало тем, что это и для лица, и для тела. Просто у меня сейчас столько всего для тела я накупила до этого, но я вам уже все показала. И я хочу то тоже закончить, потому что, вы знаете, я не любительница вот этого вот накапливания, всего такого. Мне нужно один закончится, я пользуюсь другим, чтобы полноценно тестировать, распробовать, наслаждаться продуктом. Глубоко увлажняет, укрепляет защитный барьер на коже, стимулирует обновление клеток, борется с шелушениями. Здесь, кстати, тоже есть мочевина без парабенов, одушек и красителей. Это именно и для тела, и для лица. Я по большей части хочу именно тела использовать, но посмотрим, видите, тут борется с шелушениями. Может быть, у меня бывает где-то прям жесткая сухость, надо попробовать. Но вот сейчас я уже чувствую, он такой уже более, знаете, такой плотненький, вяжущий, то есть он вроде бы впитался, но я все еще его ощущаю. Он прям такой ночной, я думаю, после душа будет хорошо наносить. И посмотрим, протестируем, если понравится, то расскажу. Но из того, что мне уже из этого нравится, это, конечно же, сплюид. Флюид вообще отличный, и сыворотка в целом неплохая, но ее я еще побольше потестирую, поэтому следите за видео. И последний продукт, который я приобрела недавно, это вот такой вот SPF. SPF от бренда Шик, который не нужно обновлять, потому что здесь как раз таки химические фильтры нового поколения. Здесь заявлено Invisible Sunscreen, это название. Здесь SPF 30, для города нормально, если поедете куда-то отдыхать или живете в слишком теплом климате, этого мало, нужно 50-100%. Но для меня в Сибири, именно в городе, этого будет вот так, за глаза. Я наношу на лицо, на шею, получается на указательный полностью наношу палец. У меня есть отдельное видео-шорс, посмотрите там, как я наношу этот крем полностью на весь указательный. На весь средний палец вы нанесли крем и распределяете на шею и на лицо. Этого будет достаточно меньше, вряд ли вас сильно будет защищать этот SPF. Не забывайте, что если вы нанесли горошинку, вам вряд ли это поможет. Имейте это в виду. Здесь заявлены современные фильтры, но про них я вам уже рассказала. Не забивает поры, это действительно так. Я не заметила, я им уже пользуюсь, не заметила, чтобы у меня как-то забились поры. Без липкости, да, без липкости. На него, кстати, очень здорово ложится макияж. Это прям отдельный плюс. Увлажняет, но в целом, не могу прям сказать, что 100% увлажняет. Здорово, что он не сильно дает блеск к лицу, потому что SPF, они такие всегда жирненькие. И с моей жирной кожей не всегда все SPF коннектятся. Но мне очень он понравился. И я прям его действительно души рекомендую. За свои 800 рублей 50 миллилитров, это прям подарок, это прям сказка, это прям здорово. Что еще хотела про него сказать? А, про выбеливание. Есть некоторая серость, лицу придается, если его только в соло вы будете носить. Но если вы, например, его припудрите, вообще ничего не изменится. Потому что я все-таки считаю, что невозможно нанести столько количества белого крема так, чтобы он лицо, ну, хотя бы минимум не поменял оттенок. Посмотрите, опять же, либо я сюда вставлю вам прям фотографию, как выглядит на лице, это не очень заметно. Но вот минимум совсем чуть-чуть заметно немножечко белого налета. Но не так, что вы прям вся белая. Нет, такого нет. Это прям если взглядываться. Ну, знаете, надо к чему-то придраться и надо что-то сказать. Поэтому если я скажу, что он совсем не выбеливает, я, конечно, не буду до конца права. Вот и все мои покупки космейские. Я поделилась с вами своим отзывом. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Пока! Продолжение следует...